всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня ролик какие цели ядерных ударов напомню в самом начале ролик как всегда пока по крайней мере такая традиция что я не апокалиптик вы это знаете я до этих времен был против даже опровергал апокалиптиков про все эти видео что вот 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 мы живем в последние времена я доказывал это четвертой печатью всадником на бледном коне ими которому смерть которому была дана власть умертвить четвертую часть земли разными способами голодом эпидемиями всем на свете стихийными бедствиями войнами распрями так далее да ну вот по ходу мы в них ступаем ролики мои всегда не праздные не ради хайпа не деятельные будем говорить о том я буду говорить что происходит о том что с этим делать хотя к сожалению вы знаете я сам для себя хотел найти ответы в евангелии у христа когда он помните когда услышите военных действиях слухи о войнах военных действиях о войне не ужасайтесь думал там найти в этих словах какое-то утешение думаешь я евангелие подзабыл может там что-то иисус сказал ничего не сказал сказал что не ужасайтесь может я что-то забыл там дальше что он сказал но нет я прекрасно помню ибо надлежит всему тому быть вот и все все наставление христа поэтому все мои эти ролики которые сейчас я буду выпускать вот выпускаю с 24 февраля 2022 года войне дальше продолжает плавно переходим из локального конфликта войны расшистов против украины к мировому конфликту ядерного конфликта буду говорить что думаю вот но особо конечно каких-то у меня для вас утешительных действий как жить я практически не смогу дать поводом для ролика и рион не праздный никто не хочет просто сгореть в ядерном пепле хоть и для святых людей жизнь христоса смерть приобретения но я когда записывал ролик о ядерном ударе говорил что там разные волны мы все это знаем можно просто быть где-то недалеко в средней дальности от эпицентра взрыва и просто ужасно страдать от болячек от всяких от этих вещей вот все это не не радостные события и вы знаете я когда мне эта тема мысленно пришла записать вот видео на эту тему я задумался я чуть никогда не интересовался почему именно были выбраны у нас в истории человечество это будет не 1 ядерные удары до после того как их изобрели эти бомбы всю технологию разработали я надеюсь вы в курсе знаете кто нет уж узнаете моя публика в принципе 20 я думаю должны такие вещи знать что действительно во время второй мировой войны и и окончание именно благодаря чему в принципе так скажем в кавычках благодаря да я об этом говорил я против любого насилия ну по меры грешников до благодаря чему по их взглядам было и прекращена вторая мировая ну так скажем америке по крайней мере с японии к конкретный конфликт до после того как америка сбросила две атомные бомбы на хиросиму на два города хиросима и нагасаки и я сегодня задумался я вот никогда не интересовался почему именно эти два города были выбраны как цели цель ядерных ударов мы конечно будем нет все не просто исторический эксурс мы его сейчас попробуем применить этот опыт хоть какой-то у нас есть к сожалению да мы попробуем применить к сегодняшним реалиям но евро я надеюсь уже посмотрели ролики о ядерной войне третья мировая уже тоже вышел на канале вот сегодня у нас папа поговорим о целях я просто загуглил вопрос этот почему атомный бомб чем был сброс на выборы на эти города ну я на яндекс кью вот маленькую статейку нашел вы знаете я сам тоже ничего не пишу вот но и плюс очни моя вот тут как раз обычный вопрос может быть за повод беру чтобы самому ничего не писать на тут именно та же информация которую я сам подписался сейчас ее вам и тоже с вами поделюсь называется почему атомные ну там q это вопрос ответ да почему атомные бомбардировки пришлись именно на хиросиму и нагасаки но и не некий вахатт ежедневно журнал о военной истории и не только отвечает нагасаки были двумя крупными военными и промышленными прибрежными центрами нагасаки вообще была крупной военной морской базы а про хиросиму в документах писали следующие крупный центр по переброске морем японских сухопутных войск и пункт формирования морского конвоя город в котором размещается штаб местных сухопутных войск а также континент в 25 тысяч солдат вдоль восточной границы города располагается железнодорожное депо армейские склады и порты где происходит погрузка войск на суда плюсом этих целей был природный рельеф скопление необходимых целей и доступность лететь вглубь страны было гораздо опаснее так как японцы вполне могли сбить самолеты зенитками ну кто помнит или знает или не знает я говорю рассказываю что сброшено они были тогда каких-то других видимо средств не было и в то время сбрасывали их просто самолета это по-моему были большие я сейчас точно не знаю кто-то может мне даже в комментариях поправить ради бога были такие грузовые большие я как смотрел про это исторический тоже кино какой-то были большие грузовые самолеты естественно вот это было огромные бомбы они очень тяжелый вот они их летели доставляли но они сопровождались по моему истребителями может быть и нет они просто очень высоко летели куда не могло добить но все равно видите формата такая что эти могли как-то сбить вот поэтому они выбрали самые крайние так скажем да территориально от близкие ну или вообще они там полна на воде находится муж когда вот ну то есть бы было географическое тоже очень важно вот ну помимо как мы видим все таки это были там и военные цели да ну и вот тут некий еремен еремен евгений пишет не столько военное значение городов сколько удобства как полигона для натуральных натурных испытаний рельеф местности тип застройки количество населения и так далее если бы хотели бороться с обороной составляющей то не берегли бы города просто накрыли ковровыми барбардировками как токио ну тут я не согласен а вот вячеслав некий история средних веков социология на графе пишет следующее первоначально для атомной барбардировки комитетом по выбору целей были отобраны четыре города киота кукура нагасаки и хиросима в связи с относительно маломощностью ну понятно не так были конечно здоровенные но увидим могли еще больше придумать маломощностью ядерных зарядов при выборе городов основным был критерий расположения городов на местности это должна была быть долина окруженной холмами при этом создавался эффект фокусирования отраженной волны и разрушение становились еще большими кроме этого учитывался такой фактор все выбранные города были экономически развитыми имели большое значение в снаб в снабжении японской армии и флота по итогам заседания из списка целей был исключен город киото как представляющий большую историческую ценность городу как ура повезло в день второй бомбардировки над городом была плотная облачность и американский самолет сбросил бомбу на запасную цель нагасаки мы видим с вами что цели было вообще прибыл предположительно даже четыре в оконцовке от одной отказались как историческим город какую-то имел историческую ценность не стали его уничтожать а вместо вместо нагасаки в теории должен был быть город кокура да вот людям просто повезло только потому что бог их покрыл облаками да вместо кокура сбросили на запасную цели она и было было нагасаки в планах американских военных были еще четыре бомбардировки представляете в сентябре-октябре 1945 года но если бы япония не сдалась да но с и вы своевременная капитуляции и японии предотвратила их вот такая вот историческая морская справка я склонен доверять там перепроверять это все я не стал глубоко вот ну так папа по внутреннему интуиции моим моим знанием все эти события и истории что я изучал ну все похоже на правду действительно ну там естественно опираются какие документы здесь в общем то так дилетантский вопрос-ответски понятно можно вдариться какие-то эти нас сегодня нет интересует и так для примера вот я думаю что правда есть конечно же я уже все тогда сказал я вам в ролике как уже еще расскажу еще рассказал в ролике ядерная война в ролик 3 мировая уже об этом говорил сейчас кратко повторюсь что я могу о сроках сказать вот я в может тех роликов пропустил я считаю что ядерная война 3 мировая война она начнется именно с ядерного удара расистами по украине ну и там даже вот и начнем по кому она будет бить по кому будет бить расисты путлер даст из его этой шизанутой команды и всеми расистами на территории россии ну естественно будет удар по украине это само собой тоже это уже понятно а вот что дальше будет это уже непонятно да потому что автоматически все это будет как-то будет и по украине и по ядерным державам по америке по англии по германии возможно там я не знаю вот как-то вот так все это будет но естественно прилетает ответ к и поэтому по поводу 1 часть я могу то есть как это ежу понятно будет по украине и в теории ну так а в общем вернее будет понятно что это англия америка и дуя я возможно германия ну всех кто обладает на франция естественно тоже она обладает но вот по европе не знаю англосаксы однозначно англия америка и по европе германия франция под вопросом и вопрос уж точных целей я даже гадать не не буду да потому что у расистов в голове вообще непонятно что меня интересует сейчас сегодня так как у расистов я не могу в их голову залезть там потому что вообще пустота поэтому я не буду даже осуждать по каким местам будет в украине что-то украинцам я уж тем более сегодня не смогу даже посоветовать или хоть что-то какие-то свои мысли высказать после даже не совет просто размышления не знаю у расистов в голове просто пустота неодержимы абсолютно без сами люди без сами смерти разрушения всех этих все всего этого ада и куда они будут бить я вот я вот предполагаю чисто вот так вот слишком общую до целая страна вот куда конкретно я понятия не имею я могу вот все что я все что мне открыто на сердце это вот понятно будет удар по украине будет удар по америке англии и возможно германия франция вот удары естественно полетят наверное отовсюду сразу это земля это воздух но земля все это все что там эти подземные установки это ну или перед неважно мобильные не стационарные какие там да это естественно воздух все равно будут самолетами пытаться бомбить вот и естественно это вода с воды со всех этих атомных крейсеров подводных лодок будет как-то так тоже до америке с россии не долетит их всех перехватит и в обратку еще при прилетят естественно будет бить с подводных лодок где-то оттуда пускать где поближе к цель максимально подбираться будут вот и будут конечно же стрелять вот ну а по поводу ответки я переживаю за всех я просто так как я понятия не имею что в голове у расистов то что эти люди абсолютно я почему и сейчас решил и вам привел пример но у нас в принципе один всего вот пример это когда америка японию на японию сбрасывала эти атомные бомбы но этот пример у нас какой японии агрессор америка как бы жертва до защищалась поэтому на при на этом примере я чисто хочу порассуждать по своим мыслям поделиться что будет с россией да как с агрессором как какой каковой была япония и как может ответить кто там будет отвечать ядерные державы америка англия франция германия я не беру китая не не будь я вам рассказал они сами начнут это в они вступят в этот в эту войну на напав на тайвань да вот им россия не нужна сейчас как сказка скажем даром они тоже там союзники они просто нападут на тайвань через это вступит военный конфликт с америкой вот ну естественно тоже с применением атомного оружия вот но куда там уже китайцы бы долбить и вообще уже даже и задумываться не хочу вот со своей тыс живя в одной стране знаю все вот эти ощущая все все здесь весь весь климат вот этот мы тут с трудом рассуждаем в чем-то можем разобраться вот но куда действительно как жертвы могут ответить люди средней здравости на самом деле они тоже не святые вот вот куда не будет посетить по россии как я вам сказал я не знаю на самом деле да и поэтому толку моих ответы что делать я не знаю понятно скорее всего вот как хиросима нагасаки то есть понятно и ну как медина 4 города были выбраны понятно в идеале будет выбираться города где вот как у нас мобилизация сейчас в россии началась да то есть какие-то совокупность каких-то пунктов конечно же вот эти ядерные державы они будут выбирать цели конечно я же не обладаю информации знает они где бункера путлер и не знают если не знает однозначно будет бить по бункерам путлера но это нас мало интересует скорее всего они все-таки не в оживленных местах мне так кажется может конечно есть бункеры под москвой я не знаю но мне кажется что и бункера где-то 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 все-таки в безлюдных местах мне так кажется если как бы их назвать то не знаю противники рашистов до знают где ну вот ядерно державы знает который будет бить папа 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 путлеру где он конечно будет туда понятно выпущены какие-то но опять же там не обязательно ядерное какое-то другое может быть оружие они попытаются вопрос уничтожить естественно будет удар по каким-то центром принятия решения как они говорят но это опять же это действительно могут быть чисто военные базы потому что у нас многие все-таки базы находятся они могут быть близко с городами но все-таки на каком-то расстоянии воинские части я мед база части вот такого вот есть целые воинские города или скопления если туда туда конечно будет там конечно полно мирных это понятно таких мирных это жены дети военнослужащих то что при всех таких военных городах независимые городки при всех таких базах есть мужской целые города где живут вот эти самые военные их не жены дети на не могут быть на территории могут узнать там за территории вот таких да это конечно может быть до этого минимума это однозначно вот так ведь я вот иду сверху вниз и тут тоже ничего не сделаешь куда-то надо будет естественно просто так в лес пускать по сортиру в деревне не буду да здесь на это будет вот что-то крупное поэтому и и важно крупные важная цель желательно все это одновременно понятно если путлер сидел бы в центре штаба где все генерал собрались еще бы он в большой базе еще будут все кораблики приплыли самолет прилетели в одно место бабахнул всех разнес но такого же не будет поэтому цели будет выбираться конечно же по принципу путлер главнокомандующие все генералы какие вот там есть со сам это ты естественно где это и есть эти вот главные войсковые вот эти всякие эти штабы главный штаб и там пониже которые все эти местные главы местного масштаба главные штабы по по разной территории на разные в разных местах на всей территории россии находящийся конечно будет вот побить по всему вот этому офицерскому корпусу по людям по инфраструктуре но естественно по самим этим всем шахтам где там все что знают по возможно по кораблям которые в открыл плавающим если знать где подводная лодка то есть ну по всем кто им и соответственно выпускает по всей технике которая выпускает ядерное оружие вот это конечно да но в любом случае достанется и чему-то вот типа ну не знает такие города где игры это все может быть находиться рядом с ним большим городом тогда все это может достаться большому городу просто так конечно бить там в центр даже того самого в воронеже вот я живу я воронежской области сами с воронежа всю жизнь там уж как прожил до детства отрочества юность молодости практически да вот позвонили отвлекли ну так что вот и и вот короче по кому долбанут я не знаю вот конечно это просто так знаете по мирному городу вряд ли кто-то будет ну только самый сумасшедший да а кто нами правит большой вопрос что делать в конце да не знаю конечно в последние времена вот вы если мы в них вошли вот это покалипсис жить в большом городе ну наверное такой себе вот потому что в большом городе все плохо с одной что 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 болезни вот эти эпидемии да мы сами знаем как распространяются грубо говоря в доме в частном ты сидишь тут ни с кем можешь не общаться у тебя далекий контакт там все моментально да по поводу голода то есть еды ну что-то можно самому вырастить код может растет уже свой там и сад и фрукты и погребы есть и все это как-то можно в городе полностью зависит от того вот что тебе в магазин привезут с какую милостыню раздадут война то же самое то есть первое касается больших городов они не не в деревеньку бегут да вот в общем куда чего не коснись все к не знаю больших поэтому сказать как бегите из городов не знаю и конечно никто не верит в это все знаете я сейчас сам пока говорю я я верю вернее я иисус сказал очень прекрасно как спросили ученики когда все это будет он говорит вот посмотрите на смоковницу когда лесть распускаются тогда близко лето вы знаете глядя на то что происходит тяжело мне теперь уже тяжело сделать какие-то обратные выводы если у вас другой и понятно можно включить писем оптимиста закрыть глаза уши роту так сказать ничего не вижу ничего не слышу ну а если посмотреть трезво убрать всю пелену да посмотрите на путлер да вот даже не будем там все 20 лет во броди он брехал как по милой языка не жалея но даже вот все гляне нападут все здравые люди все оппозиционеры в россии весь ну америка говорила по было благодаря разведке там все до украины не верила посмотрите я вот кто следил за всеми событиями эти полгода гордон там чего рассказывает да они они до конца не верили они не знали у них не был прям хотя ему у них есть сливы инсайды и высокие люди там везде но не верили они что это правда путлер нападает со своей фашистской и рашистской армии до и рашистским народом горд не будет мобилизации это невозможно да это все против него там до спокойно объявляет мобилизацию все сейчас народ сбунтуется сбрось то нет ничего элита взбунтуется раскол или ничего не происходит люди люди людьми охватила безумие как павел описал действительно да будет взят дух любви будут ну да дан будет дух заблуждения до дух ненависти до злобы вот потому что не возлюбили любовь до отвергли любовь вот ненавидеть друг друга вот это вот правда поэтому какие цели не знаю так приблизительно мы понимаем да я вот живя сейчас коршева до сомневаюсь что бомбить будет по коршеву даже в даже воронеж я вот размышляю может быть ли воронеж какой-то целью воронеж конечно такой-то город нас какой-то контингент есть чего-то я честно я вот я в военном почему я вроде сам эти темы затрагиваю но затрагиваешь мне хочется с людьми тоже что-то поделиться сказать вот тем более пока об этом опять я думаю что нет нет это невозможно его задолбит там пуни это это все не имеет все возможно а я уже уверен что все это будет убежден вот и дело не в желании моего сердца я тоже не хотел этого но это уже мои желания тут уже ничего не зависит вот эти люди психопаты вот сам настоящем смысле этого слова вот я просто же размышляю может то же самое воронеж быть то что одну 100 километров сами понимаете все равно накроет все равно долетит все равно облако поднимется это ужасная картина это кто смотрел испытания есть видео где вот это все вообще вообще историю посмотрите я роликом делился напишите в комментариях что я его найду есть такой канал сортировочная напишите сортировочная явные ядерный удар что такое испытание ядерных бомб посмотрите это видео если интересно напишите в комментариях я его сам найду вам поделюсь я у себя официальных сетях делился в телеграм-канале этим роликом вот там про и пройти испытания как проходили одни испытания которые проводили все америка франция россия китай сколько они вреда планете нанесли это только испытание там по моему испытали сколько-то ударов я уж там не помню число в оконцовке дошло и прикрыли эти испытания кто знает сейчас они запрещены и вроде бы по моему все страны сейчас состоят в этом договоре что не испытывает даже не испытывать эти бомбы сколько там было вреда сколько людей пострадало вокруг и никто им не говорил на них все цыпалось на голову они все это влияло вот а сейчас когда целенаправленно начнут бомбить это караул поэтому понятно куда прям сбежать я вообще не представляю где где будет место где этого не коснется вот и мы же ничего не знаем действительно вот откуда я знаю что там воронеж какие-то там скрытые базы скрытый ресурс резервы да ничего никто не знает вот так вот так что не знаю что вам посоветовать но в любом случае ларика заброшенная полу заброшенная ну пусть как у меня она не то что заброшенную деревню в тысяч человек вряд ли целью будет да да нас все это долетит поэтому желает чтобы тебя погреб был у меня есть маленький погребок придется туда нырять чтобы хотя бы первые дни переждать когда самая сильная радиация потому что как я говорил при ролике о ядерном взрыве уж лучше оказаться где-нибудь в эпицентре чтоб сразу сгореть заживо и все чем потом страдать от последствий до ужасных всех этих боли когда все будет живьем слазить и все гореть будет будешь сам себя кожу руками сдирать это чё же там хорошего вот так что вот так вот поэтому не знаю я буду еще говорить ориентировочно это будет весной к начале весны я попозже буду рассказывать почему я так мыслил такие вот печальные все все ролики последние вы знаете в каком духе выходит мне ничего радостного сказать нечего вот мы в клоаке в полный дно ада приближается поэтому будь все хуже и хуже так радоваться абсолютно нечего а Продолжение следует...